Отель Прага тоже находится практически на окраине города, на юге. Это единственный отель, насколько я понял, который все включено, работает на системе улклюзив. Сейчас я припаркуюсь где-нибудь и попробую пройти, посмотреть. Но вот эти вот окна развернуты на море, потому что море с той стороны. То есть через дорогу. Возможно, тут вот какие-то есть тропинки, дорожки. Возможно, сразу есть прямой выход на море. Это центральная дорога, Лонг Бич. Но это прям, видите, окраина со всем городом. Ну тут, видимо, просто отель и все, никакой у него территории нет. Просто ресепшн и все. Говорил я с русскими туристами. Здесь, оказывается, сад и второй корпус есть. Вот бассейн. Это основное здание большое. Вот такой... А, вот второе здание, я вижу. Сейчас забор пройдем. В Прагах, вот он. Вот второе здание. В той же стилистике построено. Ну, небольшая территория, садик. Это, не знаю, может быть, обслуживающий персонал здесь живет. И там тоже, по-моему, второй бассейн еще. Ну да, предположения оправдались. Потому что терраса слишком большая. Ну вот, такая территория у него. Все, дальше это уже частный сектор пошел, вижу. Здесь балконы боковые не выходят на море. И, видать, с той стороны тоже система. Ну, второй ресепшн там. Все, здесь территория. Ну, небольшая территория, скажем. Даже у нашего отеля территория побольше. Ну, по отзывам люди сказали, что более чем он даже на 4 звезды тянет. И по обслуживанию похвалили. Я вот сейчас разговаривал с парой. До моря, говорят, тут рядышком. Вот они по той тропинке, видимо, там и ходят. Так что вот, если он единственный уклюзив, то рекомендую такой отель. Поговорил на бассейне с женщинами. Они тоже очень довольны. И действительно, говорят, до моря очень близко. Ну, я предполагаю, да, что здесь вот буквально, ну, не знаю, метров 100-200 максимум. Нет, наверное, 200 это много. Я вон уже море вижу. Ну, в общем, вот такая территория. Здесь, конечно, по наворочении вроде как балкончики, ближе к морю. А второй корпус, вон он стоит. Это тоже выходит на центральную улицу Лонд-Бич. Но так как это окраина, особо тут нет еще не ресторанчиков. Ну, какие-то, наверное, забегаловочки-то есть. Но смысла нет в этих забегаловках, если он работает по системе все включено, полный пансион. Вот эта улица туда уходит буквально два поворота, и уже начинается европейский квартал, если так можно выразиться. Еще какой-то Сан-Эн-Сиэр. Солнце и море отель. Но тот уже ближе еще к морю стоит. Еще вот какой-то отель против света снимают. Ну, вот так. Есть своя парковочка. Может быть, есть и прокат тогда мотобайков, как это обычно бывает. Симпатичный, в принципе, для три звезды. Более чем. На балконах вижу столики, стульчики стоят. Короче, сервис.